Привет, друзья! Мы опять приехали в Янино. И сегодня мы посмотрим, как у нас идет ремонт, что нового, что сделано. Сейчас мы пройдем с вами и увидим. Итак, друзья, меня не было здесь порядка 4-5 дней, наверное, уже. И посмотрим, что же произошло за это время. Итак, начнем, наверное, с пола. Плитка уложена уже в прихожей, в ванной, уложена на кухне. Наш мастер накрыл ее коробками с тем, чтобы не попачкать, не повредить. Молодец! Здесь плиточка положена у нас вот здесь, вот на этой ступенечке. Эту ступенечку сделал мастер из кирпичей. И у нас теперь вот такая вот аккуратная ступенечка. Я попрошу его, чтобы здесь, на этой ступенечке, он тоже положил плиточку. Затирочка уже. Везде есть наши обои. Ждут своего часа, он наступит совсем скоро. Наш потрясающий вид из окна. Детские площадки. Пятерочка у нас под окнами. Здесь же строится школа. Садик у нас уже построен. Здесь будет установлен подоконник. В других помещениях подоконники уже установлены. На кухне, но откосы у нас уже были сделаны. На кухне оштукатурены стены под обои. Радиаторы были сняты с тем, чтобы под радиаторами хорошенечко все оштукатурить и поклеить обои, чтобы все было аккуратно. Что происходит у нас в ванной комнате? В ванной комнате у нас уже вовсю уложена плитка. Такая вот у нас плитка. Я вам показывала ее, когда покупала в коллекции. Это вся плитка из одной коллекции, кроме пола, естественно. Стены у нас светло-серого цвета. Короб вот такой вот. С сотами. Здесь тоже белые соты. И вот эта стена у нас идет полностью под дерево. Полностью коричневая стена. Здесь будет стоять душевая кабина. Здесь будет стоять унитаз. Здесь будет стоять стиральная машина. А здесь будет раковина установлена. На мой взгляд, немножко темновата ванная комната. Натяжные потолочки сегодня приезжали, уже скоро будут установлены. Сделаем сюда побольше света, побольше освещения. Наша комната тоже оштукатурена, подготовлена под поклейку. Что нам осталось сделать в комнате? В комнате осталось уложить ламинат, поклеить обои и установить натяжные потолки. Большая работа проведена. Молодец наш мастер. И, конечно, установлены входные двери. Меня спрашивали о стоимости работ. Постараюсь ничего не забыть и рассказать вам интересующую вас информацию. Что касается плитки на полу, на стенах, установка и разводка труб канализационных, также труб сантехнических труб. Разводка не только в ванной комнате, но также была канализация проведена и на кухню. Как канализация, так и водопровод. Полностью укладка всей плитки, водопровод, подоконники, установка подоконников, откосов, также плитка на лоджии. По-моему, я ничего не забыла. Также будет еще установлено, сюда же входит стоимость установки сантехники, унитаз, душевая кабина, раковина, стиральная машина. Все это стоит 60 тысяч. Что касается штукатурно-малярных работ. Здесь была применена, укладывала специальная малярная сетка вот на эту стену. Почему? Потому что здесь у нас стена из пенобетона. Так, штукатурные работы здесь тоже самое. То стоимость малярно-штукатурных работ, включая обои, стоит 60 тысяч. Итого мастеру мы заплатили за ремонт квартиры однокомнатной 33 квадратных метра 60 и 50. Итого мы заплатили 110 тысяч мастеру. На этом, друзья, я прощаюсь с вами. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. С вами была я, Рита Суслова. Всего хорошего, до скорых встреч.